Всем привет! Меня часто спрашивают, почему канарейки несут яйца на полу или в кормушках, или где-нибудь, но не в гнезде. Почему так происходит? Постараюсь вам в сегодняшнем видео наглядно объяснить и показать, почему так происходит. Также поговорим о разнице. Какая разница между клетками для содержания канареек, щеглов, репелов, неважно, всех этих птиц, какая разница между клеткой для содержания и клеткой для разведения. В принципе разница небольшая, но она есть эта маленькая разница и вот если вы будете знать эту разницу, у вас будет всегда все хорошо и ваши канарейки будут нестись в гнезде, там где вы поставите это гнездышко. Так что друзья, смотрим видео, делаем выводы, конспектируем. Если что-то непонятно, всегда можете позвонить по телефону. Ватсап есть мой в описании канала или просто написать комментарий под видео. я по возможности всем отвечу. Приятного просмотра. Всем привет! Перед нами очередная клетка после реставрации. Клетка подходит для содержания канарейки, щегла, репела, коноплянки, чижа, стрижа и так далее небольших птиц. Также подходит эта клетка для содержания, для разведения канареек, репелов, щеглов. Сейчас я вам озвучу, покажу размеры этой клеточки. Видео пойдет, как вы догадались, о клетках, которые наилучшим образом подойдут для разведения канареек. А что в этом клетке наилучшего, вы узнаете, если досмотрите все до конца. Расскажу по порядку. Значит так, длина клетки у нас получается 55 сантиметров, высота клетки получается 33 плюс толщина поддонов. Значит высота получается 31 и ширина клетки будет тоже 31 сантиметр. Значит расстояние между жердочек 36-37 от края стенки до жердочки 10 сантиметров, с обоих сторон 10 сантиметров. Можно по желанию разводчика еще установить здесь веточку, жердочку или допустим здесь посредине. Но больше 2-3 веточек я не рекомендую устанавливать, потому что они будут составлять птицам, доставлять неудобства. Здесь я оборудовал такой засов, сделан из веточки и таким образом открывается дверка. Можете поставить туда кормушку, смесь с минеральным камнем можно поставить и подвесить сюда или на противоположную сторону поилку. В уходе клетка довольно таки простая, оборудована поддоном, который собирает весь мусор. Поддон легко выдвигается, мусор высыпается, моется, можно мыть при желании. Он обработан специальным средством, здесь пол водонепроницаемый. Специальное средство называется краска, водостойкая. После того как вы поддон почистили, можно постелить бумажку, бумагу, допустим газеты или листы А4 и задвинуть поддон обратно. Клетку я пронумеровал номером 4, потому как у меня после реставрации это уже идет четвертая клетка. Допустим, вот в такой клетке под номером 7 живет репел. В 6 и 5 клетке такого же плана живут канарейки. Сейчас я вам покажу клетку со всех ее сторон. Здесь у нее сетка сбоку и справа тоже у нее сетка. Сверху фанера и дно заднее сделано из фанеры. Для чего я сделал дно и стенку, то есть для чего я сделал дно, сетку, потолок из фанеры? Потолок и задняя стенка придает более комфортные условия для птиц. Птицам содержаться в таких клетках комфортнее. Они чувствуют себя более защищенные, чувствуют себя в безопасности. Многие любители птиц, которые содержат птиц в домашних условиях, часто обращаются ко мне с таким вопросом, с просьбой, или, как можно сказать, жалуются. Канарейки начинают нестись то в поилках, то в кормушках, установленные здесь внизу, на полу. То есть в гнездо не хотят идти. Сейчас я вам подскажу небольшую хитрость, маленький секрет, как создать более комфортные условия в клетке, чтобы ваш питомец, канарейка, щегол или будь то репел, сел в гнездо. Вам понадобится небольшой отрезок такой вот фанеры, просто обычная фанера. Отрезаете по размеру и закрываете вот этот угол. Вот у вас тут свободный угол, вы его закрываете, ну там можете гвоздем, можете проволокой прибить. Вот таким образом у вас получается уютный уголок. Вот уютный уголок. И вот вы видите, у вас получается укромный угол. И в этом укромном уголке вы устанавливаете гнездо. вот таким образом. И уже ваши птицы, канарейки, щегол или реполов, у кого вы будете разводить, в таком гнезде будет комфортно и уютно нести яйца и в дальнейшем высиживать птенцов. То есть это уже убирает к минимуму риски по поводу того, что птица-канарейка будет нести яйца в кормушке или на полу. Скорее всего, ваша канарейка одобрит такое гнездо, уютный угол и будет правильным образом высиживать яйца именно там в гнезде, а не теряя их по кормушкам. Но это значит, что касается установки гнезда. Потом в конце периода размножения вы убрали гнездо, открутили эту фанерку и у вас снова получается панорамная клетка. Что касается содержания птиц, сейчас я вам продемонстрирую, как в такой клетке чувствуют себя канарейки. Это может быть одна канарейка. Также это может быть шикарная пара, которую вы выберете для разведения самец и самка. То есть в таких апартаментах птицы чувствуют себя достаточно комфортно. Также если вы разводите диких птиц, то ваш репел будет тоже себя чувствовать вполне комфортно в такой клетке. Также клетка очень хорошо подходит для содержания щегла. Перед нами щегол. Щегол чувствует себя в такой клетке достаточно комфортно. Один. Можно парочку щеглов держать. Вот такой вот красавец щегол. Также вместе с щегол и реполов чувствует себя хорошо в такой клетке. И даже если в такой клетке вы будете держать три птицы, им тоже будет там комфортно и не тесно. И даже четыре птицы будут чувствовать себя в такой клетке достаточно комфортно. Посмотрев это видео, можно подвести итоги, что данная клетка подходит шикарно для содержания канареек, щеглов, репелов, чижей и так далее. Значит, самые главные условия этой клетки, чтобы жердочки были из натурального дерева. Это очень важно. Ни в коем случае не надо ставить жердочки пластиковые. И самое главное, что вы можете всегда из обыкновенной клетки для содержания птиц сделать клетку для разведения птиц. Тем самым придав уют в одном углу, чтобы канарейка чувствовала себя комфортно. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайки, посоветуйте друзьям. Всего доброго. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова